ПАСТОР АЛЛАН Иисуса произошло в северной части Израиля, а именно на территории вокруг северной части Галилейского моря. Когда Он призывал учеников, служил в Капернауме и в близлежащих селениях, то призывал людей верить в Него. Прежде чем мы поверим в то, что Иисус сделал для нас через крест, нам нужно сначала поверить в Него как в личность. Итак, если мы верим в Иисуса, доверяем Иисусу, являемся друзьями Иисуса, все меняется в нашей жизни. Мы не прихожане в церкви, мы друзья Иисуса. Мы откроем Слово Божие, и сегодня рассмотрим это немного подробнее. Приятного просмотра. Сегодня мы говорим о том, что Иисус — Господь нашей жизни, и о понимании того, что Он сделал для нас в наших отношениях с Ним. Я хочу начать с Евангелия от Иоанна 2 главы. Иисус только что избрал учеников, они еще не очень хорошо знают Его, еще недолго ходили с Ним, Он приглашает их пойти с Ним на свадьбу. Молодые мужчины были в восторге от того, что можно вечером быть на свадьбе. И на свадьбе Иисус превращает воду в вино. Они такого еще никогда не видели. Так они понимают, что решили следовать за особенным человеком. Иоанн комментирует в Евангелии во 2 главе 11 стихе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. Ученики уверовали не в процедуру, они уверовали не в религиозную систему, не в иудаизм, не в закон Моисея, уверовали в Иисуса. И мы с вами, как последователи Христа, находимся в процессе более полного доверия Иисусу. Мы приходим в места поклонения по воскресеньям, смотрим служение по интернету, потому что учимся доверять Иисусу. Мы не религиозные люди и не моралисты. Мы люди Иисуса. И мы постепенно учимся доверять Ему. Иногда мы используем выражение «когда я начал идти за Богом», «когда я уверовал», чтобы обозначить момент обращения к Богу. Или «рождение свыше». Можно еще сказать «когда я доверился Иисусу». И это правильно. Но неправильно думать, что мы целиком и полностью доверились Иисусу. Доверие должно расти. Доверие растет постепенно. Если вы полностью доверитесь незнакомому человеку, вы будете двигаться по жизни от одной беды к другой. Доверие нужно заслужить. Доверие должно развиваться. Наше доверие Господу и Его доверие к нам проходит тот же процесс. Мы учимся доверять Иисусу. Наша цель сегодня — узнать, как понимать Его, чтобы полнее довериться Ему. Полагаю, что важно просто ближе познакомиться с Иисусом, знать, кто Он, что Он совершил. В послании к Ефесианам 1 главе, в 17 стихе, написано, «Вспоминая о вас в молитвах Моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». Павел молится за церковь, не за язычников, чтобы Бог дал им Духа премудрости и откровения, дабы они лучше знали Иисуса. Я молюсь об этом за вас и молюсь за себя. Я недавно стал постоянно молиться, чтобы Бог дал мне Духа откровения, чтобы я лучше знал Иисуса. Я уже какое-то время узнаю о Нем, но у меня нет впечатления, что тема исчерпана, или что я полностью понимаю ее. Это постоянная тема в Новом Завете. В послании к филиппицам в 3 главе Павел снова пишет, в этот раз церкви Филиппа, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Он говорит, «Я хочу познать Христа» и указывает два способа – силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Одна победная, другая связанная со страданиями, сторона понимания Иисуса. «Я хочу знать Иисуса и молюсь за вас, чтобы вы знали Иисуса, чтобы понимали, из-за чего Он улыбается и радуется, чтобы знали, какое бремя Он несет ради Своих целей и Своего Царства. Я хочу знать Иисуса». А вы? «Молюсь, чтобы вы тоже этого хотели». Я думаю, чтобы понять мотивацию Павла, нужно признать высокое положение, которое занимает Иисус. Это удивительно. Моего словарного запаса недостаточно, чтобы в полноте передать то, что Писание говорит о высоком положении Иисуса. Я привел один отрывок из Писания, но, откровенно говоря, это только одно из многих мест. Когда я готовился, у меня получился такой длинный список, что для его изучения недостаточно одного урока. Понадобится серия уроков о местах Писания, которые говорят о высоком положении Иисуса в творении, в рамках времени и в вечности. Давайте откроем послание к Ефесинам, первую главу. Тут говорится о силе Божьей. «Подействуй державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Если в Писании говорится, что кто-то сидит, это значит, что его задача выполнена. Это признак завершения дела. 21 стих «Превыше всякого начальства, власти и силы и господства». Это уровни духовной власти. Иисус посажен превыше всякой духовной власти и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Ему дано место превыше всякой власти в этом веке. Он имеет власть над всякой земной властью, над всяким президентом, царем, комитетом объединенных наций, над всяким богатым человеком, над всякой крупной корпорацией, выражением богатства, выражением военной силы. Иисус превыше всего этого. И это удивительно. Не только в этом веке, но и в будущем. Прочитайте следующий стих. Там сказано, «Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви». Именно она и есть полнота, наполняющего все во всем. Я не знаю, кем вы восхищаетесь, с кого вы берете пример и кого уважаете за какие-то достоинства, достижения, признания, накопленные ресурсы или власть, которой обладает человек. Я скажу вам, что эти люди меркнут рядом с тем, кого мы называем Иисусом из Назарета. Он царь царей, Господь господ. Он глава всего. И Он называет себя Своим другом. Носить имя Иисуса – величайшая честь в жизни. Я думаю, полезно узнать это об Иисусе, чтобы поразмышлять о тех решениях, которые Он принял в течение своей жизни. Когда мы думаем об Иисусе, то часто вспоминаем ограниченный отрезок времени, в который Он показал Свою любовь. Я имею в виду момент, когда Он был предан, а затем Его страдания, распятие и воскресенье. Но у Иисуса было еще служение три года, и оно помогает нам лучше понять Иисуса. И то, как Он взаимодействовал с людьми. Когда Павел молился, «Я хочу знать Христа и участие в страданиях Его», я не думаю, что Он сводил страдания только к распятию Иисуса. Я сделал выборку мест Писания. Думаю, что они будут полезны. В Послании к филиппийцам 2 главе написано, «Вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе». Вы знали, что в Библии написано, что нам нужно иметь те же чувства, что Иисус? Интересно. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Он не старался что-то похитить, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Так очень просто сказано. «Вас должны быть те же чувства, какие и во Иисусе». Он не старался урвать что-то, но уничижил себя. Он смирил себя и стал послушным. В наших стремлениях в жизни, в мечтах о детях и внуках, носим ли мы в сердце желание, чтобы они были такими же, как Иисус? Я бы сказал, что Иисус многого добился благодаря этому, правда? Он занимает самое высокое положение во всем творении, во времени и в вечности. Такие качества характера стоит развивать. В нашей культуре они не ценятся. Смирение, послушание — это не те ценности, которые мы отстаиваем и прославляем. На первый взгляд, кажется, что эти качества делают человека слабым. Унижают его или мешают его движению вперед. Но люди не учитывают, что эти качества высоко ценятся в глазах Творца Вселенной. Если вы будете воспитывать их в себе, Бог добавит свою силу к вашей жизни. Когда вы знакомитесь с Иисусом, ориентация вашего мира меняется. Отличие между людьми и Иисуса и теми, кто его не знает, состоит в первую очередь не в нашем внешнем виде, не в нашем лексиконе, и не в том, где мы сидим по воскресеньям, а в нашем характере, в наших ценностях, в том, как мы взаимодействуем друг с другом, в том, к чему мы стремимся, в том, чем наполнены наши мечты. Вот что нас отличает. И если вы следуете за Иисусом, тогда в вашем сердце есть движение вперед, и у вас есть настоящая мечта. Я пастор Аллен. Спасибо, что уделили мне минуту своего времени. Сейчас весна, расцветают цветы, появляются листья на деревьях. Это очень красивое время года. Это напоминает мне о Божьем обетовании, обновлении и новой жизни. Я служу церкви уже три десятка лет. Мне радостно видеть рост и исполнение Божьих намерений в жизни людей, окружающих меня. Для меня честь идти по этому пути вместе с вами. Начинается весна, и я хочу призывать вас кое к чему. В Библии сказано, что пока существует земля, сеяние и жатва не прекратятся. Поэтому следует ожидать время роста и возможностей, когда Бог будет располагать ваше сердце к Нему. Если у вас есть цель прочитать Библию в этом году, не забывайте о ней в это время, когда становится тепло. Мы больше бываем на улице, у нас появляется больше дел. Пусть Бог будет в вашей повседневной жизни. Если вы читаете ежедневные мини-проповеди, продолжайте это делать. Продолжайте слушать то, что говорит Господь. У Бога есть что-то для вас. Благодаря щедрости наших зрителей, служение предназначения транслирует свои программы для вас и других людей по всему миру. Без вас этот выпуск не состоялся бы. Помогите нам продолжать доносить до вас проповеди пастора, позвонив по телефону, указанному на экране. В благодарность мы вышлем вам диск серии из трех проповедей пастора Аллана под названием «В свете креста». Если ваше пожертвование составит 50 долларов и более, мы также вышлем вам книгу «В чем важность креста» учителя Библии Деррика Принса. Сила креста может победить все. Через крест вы можете обрести свободу. Откройте послание к евреям 5 главу. «Он в одни плоти своей» Эта фраза всегда интригует меня. Она очень ясно указывает, что у Иисуса была жизнь до дней Его плоти. У Него была жизнь после дней Его плоти. Тут говорится, «Он в одни плоти своей» сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти. «И услышан был за свое благоговение, хотя Он и Сын, однако страданиями привык к послушанию». Эти стихи написаны несложным языком, но они удивляют меня. Когда я думаю о том, что Иисус молился, я знаю, что Он молился, но не думаю, что Он молился так, как здесь описано. Написано, что Он молился с сильным воплем и со слезами. Я представляю, что Иисус молился со властью. Вспоминается, как Он повелевал ветру или изгонял нечистых духов, или вызвал Лазаря из гроба. Я очень редко думаю, что Иисус молился с эмоциями в тревоге и в таком напряжении, что Он принес молитвы с сильным воплем и со слезами. Я не думаю, что автор послания к евреям имел в виду в первую очередь Гефсимань, где Иисус предвидел крест. В контексте написано «Он в одни плоти Своей». Если бы говорилось только об одном моменте, думаю, что автор выразился бы по-другому. Когда мы с вами молимся, как Иисус, у нас сердце, как у Иисуса. Я думаю, мы не только увидим, но и переживем то, что было недоступно для нас. Молитвы с сильным воплем и эмоциями. Если честно, мы в церкви стараемся обезопасить себя, и нашу молитвенную жизнь нельзя писать теми же словами. Думаю, наши молитвы довольно сдержаны и причёсаны. Они похожи на чтение списка покупок или декламацию вежливых фраз. Но Иисус взывал к тому, кто мог помочь ему. Написано, что он научился послушанию. Вы можете себе представить, что Иисусу нужно было учиться послушанию? Я никогда не думал, что он учился этому. Я думал, что Иисусу нравилось быть послушным. Мне не очень это нравится. Но Иисусу нужно было учиться послушанию. Я узнал кое-что новое об Алене. Я не знаю, как у вас. Я подозреваю, что так же. Но про себя я узнал вот что. Когда я вижу, как другие люди делают хорошо то, что у меня получается хуже, я думаю, что им это даётся легче. Когда я вижу человека, находящегося в хорошей форме, чьё здоровье лучше, чем у меня, который ест более здоровую еду, чем я, которого не привлекает печенье и крекер, который не считает, что в Баскин-Робинс продают еду. Когда я смотрю на таких людей, я думаю, Бог просто благословил их ускоренным обменом веществ. Когда я вижу их состояние, то думаю, это просто гены. У них есть материал для сильного пресса, а у меня генетический материал для живота в форме бочонка. Это просто Божий дар в моей жизни. Когда я вижу человека, который знает Господа так, как я его не знаю, я думаю, наверное, ему легче это далось. Скорее всего, он получает из своей Библии то, чего я не получаю из моей, когда читаю её. Он, наверное, воспитывался в семье, которая дала ему толчок, или у него пастор лучше. К вам, конечно, эта отговорка не относится. Очень редко, когда я смотрю на человека, чье здоровье лучше. Я думаю, он просто более дисциплинирован, чем я. Я очень редко говорю. Он чаще отказывает себе в какой-то еде, чем я. Он делает больше упражнений, чем я. Он старательнее меня занимается в спортзале. Я очень редко так думаю. Чаще я говорю, ему проще. В духовной сфере я говорю, Бог просто дал ему двойную меру благодати, он сильнее любит его. Ему просто легче сказать «нет» греху. Мне трудно, но у них, наверное, даже нет таких сильных искушений. Мне это тяжело. Когда я читаю, что Иисус научился послушанию, что Он был услышан и научился послушанию через страдания, ко мне приходит новое понимание моего собственного пути. Мне придется научиться послушанию. Иногда я учусь через свое непослушание, и страдание от Него возвращает меня на путь Господня. Давайте прочитаем еще один отрывок. Он записан в первом послании Петра. Об Иисусе написано, «Будучи злословим, Он не злословил взаимно». Тут не написано, что Он не мог. Библия приоткрывает нам то, что Иисус очень даже мог ответить на оскорбление. Там есть интересная иллюстрация. Когда они пришли арестовать Иисуса в Гефсиманский сад, помните, что сделал Петр мечом? Размахнулся и отсек чье-то ухо. Петр собирался защитить царя царей. Молодец. Иисус подошел и сказал, «Петя, тихо, убери это. Если бы мне надо было, я бы позвал легионы ангелов». Петр не понял? Если бы у Иисуса была цель дать сдачу, он бы позвал Гавриила, Михаила и воинство небесное, и уж они бы встряхнули эту оливковую рощу. Петр, если бы мне понадобилась помощь, я бы не обратился к грязному рыбаку с мечом. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Он, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведным. Он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. И последняя часть предложения — это история Креста. Обратите внимание на местоимение. Это очень важно. Он грехи наши сам вознес телом своим. Мои грехи были на его теле. Если мы немного изменим текст и заменим местоимение во множественном числе на местоимение в единственном числе, то получится, он грехи мои сам вознес телом своим на дерево, чтобы я, избавившись от грехов, жил для правды. Ранами его я исцелился. Это прошедшее время. Это не то, что Бог собирается сделать для нас. За время, которое у нас осталось, я хочу посмотреть с вами на реакцию людей на Иисуса. Павел молился в послании к филиппицам, чтобы познать Его и также участие в страданиях Его. Я думаю, что мы сразу же думаем о Кресте. Но я хочу посмотреть с вами, как люди реагировали на Иисуса в течение трех лет Его служения. На Него реагировали по-разному. И чем лучше мы поймем эти виды реакции, тем лучше мы будем готовы к реакции людей на Иисуса сегодня. Ведь человеческая природа не изменилась. Обстоятельства могут измениться, и восприятие моды может немного измениться, но человеческое сердце не изменилось. Я хочу вспомнить знакомые нам истории. Полагаю, что вы, в общем, знаете контекст происходящего. Аминь или окей? В Евангелии от Иоанна, в 12-й главе, описан конец истории Лазаря. Вы помните Лазаря? Это друг Иисуса. У него есть две сестры, Мария и Марфа, которые тоже близки Иисусу. Они его близкие друзья. Лазарь заболел, а Иисус в это время в другой части Израиля. Мария и Марфа посылают человека, чтобы он сказал, «Лазарь болен, приди и исцели его». Написано, что Иисус намеренно медлит, пока не приходит весть, что Лазарь умер. Тогда он говорит ученикам, «Пойдем теперь к Лазарю». Когда он подходит к деревне, где они жили, Мария и Марфа говорят, «Господи, если бы ты был здесь, Лазарь не умер бы». Иисус говорит, «Не переживайте, где его положили». Это современный перевод. Они ведут его на кладбище, и Иисус говорит, «Откройте гроб». Они отвечают, «Господь, лучше этого не делать, он умер несколько дней назад и уже пахнет». Мне нравится старое слово, которое там стоит, уже смердит. Иисус говорит, «Нет, откройте гроб». В первом веке людей часто хоронили в пещерах. Итак, гроб открыли, сняли с него печать. С этого места мы прочитаем. Вы знаете, чем все закончилось? Иоанна 11, глава 43 стих. «Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Возникает вопрос, какие эмоции были у людей в этот момент? Атмосфера немного наэлектролизовалась. Я не думаю, что кто-то размышлял, какой следующий вопрос на домашней группе. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Я это понимаю. Люди, поддержавшие Марию и Марфу, пошли на кладбище и увидели, что Лазарь вышел из гроба. Тоже уверовали. Как вы думаете? Тут все понятно. 46 стих. «А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус». Я это тоже понимаю. Они в эмоциональном порыве пошли к фарисеям, которые были начальниками синагог. Они совершали служение в этих местах. Пошли к начальникам синагог, чтобы сказать, «Мы видели человека, который вызвал из гроба мертвого, который пролежал там несколько дней». В конце концов, евреи ждут Мессию. Его ожидает весь народ. Они собираются каждую неделю в синагоге в ожидании. Теперь мы встретили человека, какого еще никогда не встречали, и пошли рассказать фарисеям. 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет». Это тоже понятно. Фарисеи, влиятельные фигуры в городе. И вот они собирают Синедрион. Это совет, управляющий городом Иерусалимом. Мы встретили человека. Мы видели человека, который может вернуть мертвых к жизни. До этого момента все понятно. А следующая фраза «И говорили, что нам делать?» Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. Ну да. И предутремлены, и овладеют и местом нашим, и народом. Внимание, опасность. Вот этого я не ожидал. Иисус может вернуть мертвого к жизни. И это производит радость и ожидание чего-то хорошего, энтузиазм. Когда эта новость доходит до глав городского правления, их реакция такова. Мы должны это прекратить. Хватит уже. Иначе мы потеряем свое место. Мы можем потерять что-то хорошее. Командовать парадом. Теперь будем мы. Мне хочется покачать головой. Видя ожесточение сердец религиозных людей первого века. Но если честно, их реакция очень похожа на то, что я нахожу в своем собственном сердце. Как часто во мне происходит внутренняя борьба, когда нужно дать Иисусу больше места в моей жизни. Потому что я думаю, что если дам Ему больше места, то потеряю свое место. Если я буду делать все, о чем Иисус просит меня, то о чем я знаю... Не то, что говорит проповедник. Если я буду по-настоящему прощать, жертвовать собой, служить, если поставлю Иисуса превыше всего в моей жизни, какое самое главное возражение? Но я же могу потерять свое место? Я заодно с Иисусом, если получаю Божью силу, чтобы достичь своих целей. Но в момент, когда я сталкиваюсь с суровой реальностью, я думаю, мне-то нужно пожертвовать своими желаниями. Я должен отказаться от своей мечты? От того, что у меня будет два с половиной ребенка и собака? От моей мечты? От того, когда она исполнится и как она исполнится? Не надо заходить слишком далеко. Не нужно быть фанатичными и сумасшедшими. Надо сделать веру немного более цивилизованной. Мы не очень отличаемся от них. Два тысячелетия спустя. Я не ожидаю такой реакции, потому что нечасто сталкиваюсь с реальностью внутри меня. Божие обеспечение для нашей с вами жизни приходит через крест Иисуса Христа. Но мы с вами можем принимать решения, которые нейтрализуют это великое преимущество. Одно из таких разрушительных решений — это эгоистичные амбиции. Если они движут нами, мы лишаемся многих преимуществ. Нам нужна Божья помощь, помощь Святого Духа, чтобы различить, что в нашем сердце. Амбиции — это неплохо. Но нужно быть амбициозными в том, что касается Бога и Его Царства. Давайте помолимся. Отец, я благодарю тебя за каждого человека. Направь наши сердца. Дай нам свою мудрость в том, куда вложить свою жизнь. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok